Слава Богу, я буду говорить слово по-английски, первую часть я буду говорить по-английски, а вторую часть я буду говорить по-русски, потому что это больше будет направлено к родителям и к мамам особенно. Вы поняли все, что я сказал? Особенно молодые люди. Матфея, 5 глава, 3 стих, мы будем читать. He answered and said to them, why do you also transgress the commandments of God because of your tradition? For God commanded, saying, honor your father and your mother. He who curses his father or his mother, let him be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God. Then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of the Lord to no effect by your tradition, hypocrites. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповеди Божии ради преданий вашего? Ибо Бог заповедал почитать отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чтобы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим, лицемерии. Very powerful word that Christ spoke to the people during that time, specifically the Pharisees and the Sadducees, the teachers of the law, people that knew what the Bible said. Очень сильные слова Бог произнес людям, особенно фарисеям, саддукеям, тем, которые знали слово, знали закон. So if this was important for the Pharisees and the Sadducees to hear, it's much more important for us as young men and women to hear, amen? И если это так важно было фарисеям и саддукеям слышать, то тем более нам, молодым, это надо слышать, аминь. If you'll notice that I'm preaching more towards that side, I'm not ignoring you, it's just directed more at them. Если вы заметите, я больше направляю в ту сторону, я не игнорирую вас, просто эта тема больше для тех. So the Bible says, listen, there's things that you owe your parents. Honor being one of those things, which encompasses a lot. Как здесь написано, вы должны почитать своих родителей. Почтение, это говорит очень о многом. Мы живем во время большого пренебрежения, где почти все становится важнее, чем мама, и мама уже стала ничто для нас. Как часто ты говоришь маме, я не могу, у меня уроки? I can't, I'm getting together with so-and-so, we're gonna go and pray. Я не могу, мы собираемся на молитву с кем-то. I can't, I have to preach tonight. Я не могу, я должен проповедовать сегодня. I can't, I have to prepare something for God. Я не могу, я должен что-то для Бога приготовить. And here in this place in the Word, God states right there, plain and freely, that you dishonor your mother and your father by doing specifically those things. И здесь написано ясно, прямым текстом, что ты не почитаешь отца и мать, если ты это делаешь. And because this is Mother's Day, we'll just say you're mother. И раз ради Дня Матери мы будем говорить, это твоя мать, о матери. How many times have you said, I'm going to the coast with so-and-so, I can't, I don't have the time, I don't have the possibility. Как часто ты уезжая на океан говоришь, я не могу, я собираюсь, у меня столько дел. How many times have your mom said, hey, sit down, let's have a cup of coffee, what's going on in life? Oh, mom, I can't, I got a class today. Как часто мама говорит, давай сядем, выпьем чашку кофе, пообщаемся. Ну, ты говоришь, занят, у меня класс, я не могу. Seems a little like a legitimate reason, right? Причины, они хорошие. Seems like life has taken its toll. Кажется, что жизнь просто берет свое. Но оказывается, что мать твоя дороже твоего класса, дороже намного твоей карьеры, и намного важнее, чем ты даже можешь представить. Потому что это та мама, которая будет молиться за твою будущую карьеру, за твоего будущего супруга, или за твою жизнь, благословение твоей жизни. Мой отец всегда говорит, ты можешь найти другую жену, но ты не можешь найти другую мать. Только дана одна мать. Одна женщина родила вас на эту землю. И никто не заполнит это место. Когда ты пренебрегаешь этой матерью, то ты пренебрегаешь что-то настолько уникальное, что только одно в мире существует для тебя. Я когда рос, я не был мамочкин сынок. Если мне был выбор проповедовать для отцов или для матерей, я шел в направлении к отцам. Я провел большинство времени жизни с отцом. Я помню момент, когда я готов был ехать в класс в Орган-Стейт. И я уже собираюсь выходить с дома. Мама говорит, иди зайди кофе попей. А у меня класс забитый классами. Я думал, ну давай, быстро попьем. Мама самая лучшая кофе. И мы начинаем разговаривать с мамой. В то время мне было 17, но до этого мои разговоры с матерью сводились до 5-6 минут просто общения. Просто дежурные разговоры как дела, как школа, как учеба и так далее. И я слушал в тот день, и мама рассказывала за свои жизни, как Бог работал. Как она за меня молилась, и как она воспитывала за другие моменты жизни. И я в тот момент принял решение, я просто пропущу весь день классов ради этого. Что началось с одного чашки кофе, перешло второе, и потом третье, и потом и обед. И мы весь день провели буквально в общении. И потом, когда мы общались с матерью, она говорит опять, когда мы опять будем пить чай или общаться? И я, как мужчина, думаю, зачем как-то? И сердце матери, оно имеет такое чувствование, которое порой нет у мужчины. И, как я знаю, имею двоих детей, жену, порой говорю, давай так сделаем с детьми. А жена говорит, оставь это пока, не надо. Ну, как отец, я пойду и все равно сделаю, как хочу, но я вижу, что не так получилось, как я хотел. Как новый отец, повторю, поправлю. Я уже двенадцать лет как жена. И я понимаю, по жизни уже прожил, что она, женщина, это понимает, о чем говорит. Когда она говорит, сейчас этой темы не касайся с детьми, она права. Потому что ее сердце, оно чувствует, что у них происходит в жизни. Сколько из вас попали в большую проблему или беду в жизни? Видно, очень такие хорошие люди здесь сидят. Молодцы. I remember the first time, as a matter of fact, my friend here, Serge, was with me. Был момент даже, и даже тут мой друг Сергей был со мной. Мы однажды пошли плавать. Сильвертон резервуар. Мы пришли плавать. И нам причислили штраф, тысячу долларов каждому. В то время нам было по шестнадцать лет. В то время я только приехал в Орегон. И поэтому на мне, я почувствовал на себя давление, когда Сергей, отец, подошел мне в лицо, спросил, чья идея была пойти на это озеро? В жизни, при давлении твоя жизнь меняется, и она заставляет тебя бежать в самое удобное место. Куда вы думаете, я побежал, когда это случилось? И вы думаете, что я пошел к отцу, папа, я получил штраф в тысячу долларов? Вы знаете моего отца. Я скажу вам его ответ сейчас. Когда я поговорил сначала с мамой, я поговорил с ним. И он очень строго на меня посмотрел прямо, и мой отец умеет. Он так встал там. Он говорит, я это ожидаю от Коли, от Павла, но не от тебя. Ты попал в эту проблему, и ты из нее выходи. Я тебе не буду помогать, ты пожинай последствия. И вышел из комнаты. Но вы знаете, что меня подготовило к этой ситуации? То, что я уже с мамой поговорил до этого. Я говорю ей, ты не поверишь. Она говорит, что? Она говорит, что ты получил от отца, да? А что ты в ли попал в беду, да? Я сказал, да, я попал в беду. Она спрашивает, сколько? Я еле проговорил под тысячу долларов. И моя мама так рассмеялась, что она должна была выйти из комнаты. И она продолжала смеяться. И дальше смеялась. Через пять минут она вернулась. Она сказала, серьезно? За то, что вы только плавали? Я говорю, ну да. И она смотрит на меня и говорит, что это будет хорошо. Я говорю, как и отец? Она говорит, ну это не проблема. Как насчет отца? Я с ним поговорю. Есть особое место в сердце моем для матери моей. В вашем сердце должно быть особое место для матери. Потому что это женщина, которая будет за вас молиться. Остальную часть будет больше для матери, поэтому Сергей сядет, а я буду дальше проповедовать. Но вы поймете меня. Я хочу читать это. Тогда Jesus went out from the departed region of Tyre and said, behold, a woman, a mom, I'm going to change that to a mom, and I won't sin by doing so, of Canaan, came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely demon-possessed. But he answered her, not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away. For she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Not just dogs, little dogs. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed that very hour. And out of there, Jesus fled to the country, Tersk and Sidon. And here, woman, I am not mistaken, I say, mother, She cried out, she said, blurt me, God, son of David, my daughter is my husband, But she did not answer her any words. And the children of her, who were in a hurry, she asked her to leave it, because she cried for us. He said in the answer, I was only sent to the dead of the house of Israel. И она, подошедшая, кланяясь Ему, говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам, не только псам, а маленьким собакам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господи. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь. Эту часть я буду говорить по-английски, а по-русски, потому что это больше мамам, дети что надо поймут. Если вы здесь мама, вы знаете, что это такое, когда сердце болит. Если вы мама, вы знаете, что если у ваших детей проблемы, то это у вас проблемы. Аминь. Если вы мама, то вы понимаете, что когда вы идете ко Христу по поводу решения проблемы детей своих, это как будто своя собственная боль. Я видел в моей маме, когда она приходила пред Богом, и не раз я видел, как я ходил, и она просто плачем молилась. И я думаю, ну вот о чем это у мамы проблемы, какие проблемы, и когда так присрушивается, она молится о своих детях, она молится о направлении. Моя жена мне говорит, ты знаешь, сколько раз я ложилась спать и слышала подо мной, когда молились родители, более даже родители, мама. И она говорит, я слышу, мама рыдает, плачет, молится и слышу, дети, дети за детей, и поименно молятся за детей. Вы знаете, в сегодняшнее время сейчас как-то пренебрежение пошло не только к мамам и к отцам, к родителям. Вот это вот, ну это моя жизнь, это твоя жизнь, это все. А Бог заповедовал, сказал, слушай, почитай отца и мать, почитай отца и мать. Для мам, для мам в сегодняшнем дне, в этом месте, я хочу вам ободрительно сказать. Вы знаете, когда самое темно становится в твоей жизни, когда эта буря начинает уже кидать волны в твою лодку, когда ты уже сидишь и ты думаешь, все, мы погибаем, да. В тот момент, помни одно, Христос там, аминь, Христос там, Он с тобой в этой лодке, Он может как бы сказать, фигуративно сказать, чпит, может быть, да, Он может не обращать на тебя внимания, но Он знает твою нужду и Он видит твою просьбу. И когда ты преподаешь пред Богом, говоришь, помоги мне, Господь, помоги мне, мы погибаем, моя ситуация погибает, мои дети погибают, мое направление с мужем погибает, все вот это, оно погибнет, и кажется, Бог не слышит, Бог не слушает, Богу просто не до этого, Христос там. Христос ждет чего? Чтобы все это поднялось на такой уже момент, где твоя вера будет испытана так, как она никогда не была испытана. Где твоя вера будет так испытана, что когда Христос проговорит тебе, Он не скажет, все будет хорошо, Он тебе скажет, неприлично брать хлеб у детей и бросать этот хлеб сам. Вместо того, чтобы Христос погладил тебя и сказал, дочь моя, будет все хорошо, Он тебе такой ответ дает. И в тот момент Христос смотрит, потому что Христос видит что? Он не видит твое лицо, он не видит вот эти внешние вещи, Он смотрит прямо на твое сердце, Он смотрит, есть ли у тебя вера, посмотреть мне в глаза и сказать, да, Господь, так, но все равно и эти нуждаются. И в этот момент, когда вот это просто опускается ситуация в то, просто в такую глубину, да, просто не просто буря, а посреди ночи, когда еще ты даже не видишь, да, ты только уже слышишь эти волны, ты уже чувствуешь, что уже по колено воды набрало в твою лодку, и ты думаешь, Господь, как мне дальше, мама, аминь, Взови ко мне, я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, аминь. Бог тебе покажет великое твое и недоступное, Бог тебе проявит свою милость и свою силу в то время, когда все уже сказали, не может быть такого, в то время, когда ты уже дошла до такой точки, что сам Христос открыл уста и сказал тебе, впротив, и в то время ты все равно взгляни ему, зная, что это любящий Отец, и скажи, да, Господь, но ты видишь мою ситуацию, и разреши ее во имя Иисуса Христа. И Бог, видя твою веру, совершит великое дело. В этот день мамы, guys, дети, give your mom a big hug, a big kiss, and a big thank you. You do not know what a real mother goes through for you. Еще один случай расскажу, и на этом будем кончать. Когда у меня первый ребенок появился на свет, Эмма, у нас было это C-section, C-section сделали, и очень трудно прошло, процесс этот прошел, месяц, полтора, моя жена после этого ходить толком не могла, и все это возложилось мамское на меня, на первый ребенок, разберись. Я помню, у нас малая моя, она очень много плакала, она плакала и плакала, и плакала, и плакала, до такой степени плакала, что мои родители даже боялись за нее, думали, ну это ненормально, ну проведи к доктору, знай, что что-то не то. Я помню, первых три или четыре дня, когда мы возвратились домой, я всю ночь не спал, весь день не спал, жена ничего не может, я ничего не могу, моя мама в это время тоже перенесла операцию, не может помочь, и я ходил, я помню, по дому, все, и дошло до такой степени, до такой точки, где я этот, я нес свое ребенка, я так встал, думай, дай-ка на секунду отдыхну, так, и встал, и вот так, ба, и все, что я помню, я просынаюсь, дитя еще держу, я уже на полу сижу, сидя сплю. В тот момент я сильно спугался, я понял, мне нужна помощь, ну хорошо, думаю, маме не могу позвонить, кому надо, говорю жене своей, давай твоей позвоним. Она говорит, давай позвоним, я говорю, думаешь, приедет, она говорит, приедет, это же мама. Моя жена позвонила моей маме, ее маме, после этого я начал ее маму мамой звать свободнее, я вам скажу честно. До этого звал, но после этого она мне стала мамой. И я помню, когда она приехала, через эту дверь зашла, я ей вручил малую мою кричащую, она там кричит, плачет, все. Я говорю жене, вы тут разберитесь, все, я пойду отдыхну. И я пошел, я лег спать, это было днем где-то в часов пять, я спал весь день, весь ночь, весь день и половина ночи. Окей. И когда я проснулся, я увидел, как моей жены маму так катает мою малую, все. И я на нее посмотрел, я говорю, это вы девять детей так выносили. Она говорит, да. Я говорю, за каждого молились. Она говорит, да. В этот момент я переоценил, что такое мама. В этот момент я переоценил, что такое, сколько это бессонных ночей. Guys, how many nights your mom hasn't slept on your behalf? How many tears were shed specifically for you? How many times has your mom just specifically prayed everything into your life? And yet, we'll sit there and we'll be like, I gotta go hang out with friends. I gotta go do this. I gotta do this. God is saying, listen, even if you're doing it for me, set it aside. Honor your mother. So today, maybe you've got game plans. For the glory of God, set them aside. Make this a day of your mom. Be blessed. Amen. Amen. Amen.